проедет дальше мы уже что происходит я не знаю я в шоке я нашел бесстыжего отдыхающего который давай покажем кафе в пионерске это кафе кто посчитает сколько людей 1000 рублей на карту сразу закидываю я никогда не видел здесь столько людей всем привет ребят наступает новый летний денек кажется надо на море не смотрите на что такое красный я не загорел я просто после пробежки ты готова ехать на море что-то голая все еще голы это твой спецрецепт то есть кофе и лед еще просто добавлять да ну а что там какие секретные ингредиенты не скажешь ну ладно пусть останется это в тайне так что у нас на завтрак бутерброд там сливочный сыр авокадо помидор шинка огурец и пармезан куда мы сегодня едем не знаете я тоже не знаю прошлом выпуске мы выезжали в 12 сейчас только 11 и есть еще свободный часик но я всегда все таки лучше ну так выбираю пораньше время но дети не получается раньше приезжаешь больше снимаешь больше видишь а куда мы сегодня едем на море ну куда я думала косу ну ты знаешь я посмотрела погоду на косе и там написано 23 градуса только уверена сейчас бегал там 43 в общем предыдущем выпуске мне немного подпекло но не сильно вот вот чуть-чуть в общем я думаю за сегодня ничего не станет вот здесь надо закрепить результат знаете что еще главное перед поездкой на море посмотреть все ли так хорошо из лесной токурская коса маршрут так старайтесь а чего пробки дтп дтп мне это не устраивает что если мы в донское поедем так ну вроде проще хотя тоже час еще объясню по поводу вот этого участка здесь несколько километров от самого зеленоградска до въезда на курскую косу и раз показывает что он красный наверное все поехали на курскую косу тут расстояние где-то может затянуться на час может больше может даже на 2 все больше не хочу на курскую косу сегодня еще один вариант ребят это поехать на казино собрание там поставить машину куликова вот ехать 47 минут здесь паркуемся выходим и мы на море а дальше погулять можно по заостровью в пионерский возможно заехать сейчас сезон отпусков а вы не успели подготовиться финансово для этого есть кредитная карта от альфа банка решение по карте приходит буквально за две минуты а максимальный кредитный лимит полмиллиона рублей также начисляется кэшбэк от партнеров банка до 33 процентов по карте бесплатное обслуживание первый год после оформления а также бесплатное снятие наличных до 50 тысяч рублей если вы решили совершить покупки в первые 30 дней после оформления карты все просто проценты не будут начисляться целый год чтобы оформить кредитную карту тальфа банка переходите по ссылке в описании так опять время 12 опять мы выезжаем плюс 27 показывает ну жарко прям сегодня чувствуется жарко выезд из города пробочка но время потому что 12 все в 12 лет на море едьте пораньше и все будет хорошо в 9 например вообще я заметил же тенденцию чем жарче в калининграде тем больше пробки больше вот заторов на выезды из города не знаю почему такая тенденция вот когда было там 23 градуса на море много было людей но именно пробок не было а сейчас вот душем потихонечку чем мы на том пляже никогда не отдыхали вообще и на вот и мы только один раз прошлом году проезжали на велосипедах потому что он был дорожка проложена потому маршруту поэтому я не знаю что там и как на пляж вроде неплохой он прям там лесок небольшой пляж должно быть неплохо туда есть и старая и новую дорогу мы едем по старой так проще вот дальше проблема с парковкой ну там вроде при казино есть парковка я надеюсь что тут вам можно будет поставить тачку время 12.45 мы все в пробке стоим ребят ну мне кажется мы сегодня приедем мы почти приехали на один километр осталось ехать просто переезд электричка сейчас мы ждем пока она проедет дальше мы уже на море приехали мы на местечко я думал тут все намного проще будет а тут стройка машины припарковаться естественно негде как-то уже не вот и здесь в общем я уже понял что сюда нет смысла ехать особенно на выходные да и в обычном вот день или не заезд только с утра наверно будет нормально потому что здесь парковка может машин на 200 все занято вот там здание казино и вот там еще несколько зданий казино получается здесь огромная парковка ну тут машин 300 200 лазит все нахрен забито еще на дороге ставят я честно не знал что здесь так потому что мне ребята говорили которые здесь часто отдыхают говорит приезжаешь кидаешь тачку и сразу на море но нет куликова приезжаем мы приезжаем туда на ветряки обычно это давно было ладно пойдемте посмотрим что на пляже творится со всеми пробками добирались ровно час ну даже вот парковочное место из еще ждали пять минут просто пока ребята соберутся уедут в общем дождались пойдемте на пляж я не представляю сколько народу растут на парковке столько людей я думаю то такой самый безлюдный пляж у нас оказалось нет в предыдущем выпуске мы вам показывали пляж балтийской оборудованный а здесь дикий пляж и я честно шоке сегодня будний день ладно бы да это был ну там выходной но что происходит сегодня все взяли отпуск я не понял зато штиль сейчас будем купаться отсюда кстати зеленоградск видно так ну я ну пойдем пойдем туда наверное я не знаю мне кажется надо туда пройти чуть-чуть народ ну собственно вот все машины припаркованы вот они здесь но видите опять же этот пляж сюда вы кроме как на машине по-другому не станете добираться ходит конечно там и рейсовый автобус поселок по моему электричка здесь останавливается она останавливается далеко где мы стояли на переезде ну да да не очень удобно в малиновке да близко в сокольниках близко куликова нет достаточно далеко от вот поэтому конечно большинство сюда где едет на машину ну типа все местные местные по наехи и 1 процент туристов которые арендуют тачки не но здесь уже вот вроде попроще да не ну все равно я честно не ожидал что вот они там вышли или грейс а вот все свободно уже абсолютно тут эти живописные бы сказала ну неплохо на смотри с той стороны пока зелени позади меня сейчас позади меня бухта заостровья впереди там уже вон зеленоградской днице самое забавное в том что предыдущий выпуск это был городской пляж и там народу было в два раза меньше наверное да и подъехать было проще и парковку было проще найти здесь конечно с этим все сложнее но я не могу сказать что здесь живописнее но тоже красиво потом там может даже мне больше нравится хотя я не знаю еще не придется дайте мне немного время здесь больше зелени здесь есть сосны здесь такая обрывистая местность ну сами видите да а там просто дюны зелень шиповник это же море в общем оба места заслуживают внимания и туда и туда с пробками мы добирались ровно час с центра калининграда выбирайте самих места для отдыха но рекомендую все-таки ехать раньше тогда меньше пробок ну на 10 минут быстрее приедете и еще пять-десять минут сэкономите на парковку радует только одно вода офигенная сейчас подошел к водичке потрогал а она прям парное молоко очень классная вода а еще жарко и нет ветра то есть вообще три вот огромных плюса которые прям располагают купанию теплая вода жарко нет ветра сегодня вообще отличная погода то есть я вчера говорила что она будет еще лучше но смотрю здесь заход более не нормально в самом начале чуть чуть ко мне это по минимально буквально метр метр да и дальше уже нормальный заход так когда прозрачный метров 15 проходит уже вот так или 1015 номер 15 в общем не нормально пляж офигенный единственное вот с парковка бы решить вопрос я могу назвать еще один колоссальный плюс вообще для многих это наличие тренинг то есть здесь вот идет дюна на которой растут деревья они дают все эти соответственно же определенное время как думать после обеда наверно здесь или в обед не сюда уже тень есть да я говорю начинается да вот этот ценечек это вдоль пляжа вдоль этой дюны соответственно как бы если там кто-то зажарился вполне себе можно стены загорать да все верно но как же попасть к ленинград если вы живете не в калининграде очень просто можно туром забронировать поездочку в калининград и приехать на этот пляж либо на какой-то другой ссылочка будет в описании где бронировать туров по отличным ценам также у нас есть отдельная ссылка если вы не турист не пакетный турист можно билет купить тоже в описании и отели тоже забронировать в описании у нас часто сейчас дают сервисы где бронируете отели и апартаменты нам дают промо-коды со скидками для наших подписчиков поэтому загляните в описании возможно найдете какой-нибудь промокодец и так на 10 процентов скидочка тоже же классно куда вещаешь куда снимаешь телегу до телеграм-канал интересных путешествий кто не подписанцы переходите там все без фальши без масок и фильтров одна сплошная правда в онлайн режиме на дроне полетал 10 минут зажарился хотя я в теньке стоял кажется самое время искупаться из дрона видно вот весь масштаб парковки при том что ну там даже еще одну парковку не видно тоже все забита в общем погнали купаться погнали купаться гони я посмотрю но это офигенно ребята единственно бы водичку чуть-чуть по бирюзове было бы вообще сказка ну и пальмы на задний план ну и водичка еще подогреть до 27 ух не теплая вот тут про просто будут чуть-чуть проходите проходим и все прозрачная мне не хочу я вот еще попозже согласен согласен ты говоришь ты скажешь на тепло как парное молоко ну да нет но как много людей купать но особенно в самом центре когда заходишь только слева справа очень много людей и отдыхают купаются но я вот наверное и что-то еще вот на теперь не очень теплая всегда в нашу воду окунуться это как бы такое испытание потом когда ты уже погрузился по шею все нормально просто например там я не знаю в турции в бархатный сезон или пик сезона ты просто заходишь ты не ощущаешь что вода что воздух даже вода такая же ты не охлаждаешься ты вышел из воды тебе снова жарко а у нас здесь классно то есть ты можешь пять минут побыть в одессе выходишь как новый как за новорожденный я нашел бесстыжего отдыхающего который отдыхает ему вообще не стыдно казать вон это тот мужик который жарит шашлык и этот целебный запах распространяется на весь пляж но шашлык получит только он и его компания а мы нет бесстыжий я думаю да вообще по поводу шашлыка шашлык сам он не такой вкусный как запах от шашлыка я не знаю как как это получается но когда жаришь шашлык очень вкусный запах но когда уже ешь шашлык особо ты не хочется есть мне всегда так это же вот такая тема же с булочками тоже запах выпечки такой прям маня сам процесс это то что надо полить пивком чтобы такой запах хлебушка смешался запахом шашлыка ладно а то сейчас вас раздразню будете дизлайки ставить давай договоримся так что я сейчас исполняю любое твое желание вот только которая первая придет в голову например ну вот что сейчас хочешь я хочу мороженое сгонять мороженое даже только его откусил в полете пока она летела в полет желаний но зато она холодная мне кажется яджин как думаешь он прогуляемся до второго пляжа все это по поводу еды здесь прямо на парковке стритфуд есть продается так что если что с голода не помрете если вдруг приедете сюда цену не знаю потом покажу как бы выходить отсюда но я так смотрел люди покупают что-то там значит все окей ну так же можно съездить туда были такой вот тут съездить не доход короче не съели до пионерского но там проблемы заведения до сытлогорска тогда можно пилить так я вижу еще одного бесстыжего отдыхающего который жарит шашлык и распространяет этот приятный аппетитный запах на весь пляж ну как не стыдно как не стыдно здесь очень много зонтиками людей почему я не знаю это бедра щита но сейчас ветра нет зачем она тоже я не знаю пойдемте дальше смотреть что здесь еще причудливого есть здесь прям очень мелко лягушатник я бы сказал вот там чуть больше чем по колено хотя это очень далеко водичка либо теплая либо я уже привык не знаю но у нас вроде как поинтереснее у нас хоть не так мелко и и Здесь, кстати, речка впадает в море, но, судя по всему, раз все купаются, наверное, нормально. Не знаю, что за речка. Ну-ка, водичка тут тепленькая. О, тут прям вода очень теплая. Поэтому такой мини-лягушатник здесь для детей. Не знаю, насколько чистый этот родник. Пробовать не буду из него. Ну, прикольно здесь, в принципе, чисто для детей такой кусочек. А так, в принципе, здесь классно, песок мягкий. Так, а здесь я вижу глубину побольше. Чуть-чуть еще подальше прошел, и глубина нормальная. Поэтому, в принципе, тоже нормальный пляж. Отлично. Да, вон уже там глубина хорошая. И камней нету, самое главное. Огонь. Вода теплая. Там, смотрю, палатки стоят, и даже машины заезжают. Как туда заехать, даже не представляю. Но я так понимаю, вон и седан вижу, и джип вижу. В общем, есть заезды, можно оставаться на море с ночевкой. Правда, честно, я не знаю, как туда заехать. Многие говорят, что у нас проблемы какие-то с погодой. Вот это действительно так и есть. Но, опять же, если сравнивать с Сочи, там тоже, например, в июне могут быть и грозы, и ливни, и дожди, и опоздни, и чего толк нету. У нас максимум, что это может быть, это дождик и прохладненько. Но за нашу погоду не уследишь. Ее надо ловить. По поводу именно температуры в море, я бы не сказал, что сильно холодная или холодная у нас вода. Проненем 20 градусов всегда. Плюс-минус пару градусов. Достаточно, чтобы окунуться или даже скупаться. Все, видите, скупаются. Никаких проблем или дискомфортов. Исключение это я. Для меня водичка. И даже в Крыму все очень было прохладнее. В целом хочу отметить, что этот пляж все-таки какой-то, я не знаю, спокойный что ли. Хотя людей много, отдыхающих много, детей много. Но здесь все равно как-то спокойно. Ну, комфортно. Не знаю, как это вам объяснить. Хороший пляж, короче, мне нравится. Или начинает нравиться потихонечку. Мы здесь, я говорю, первый раз отдыхаем. Я немножко другого ожидал, но тем не менее, тут неплохо. Я бы позади увидел девушку. Она натянула трусы примерно для до пупка. Вопрос к девушкам. Что за мода, объясните, пожалуйста, натягивает трусы до пупка? Я не понимаю. Выглядит немного странно. Как будто вы хотите до плеч дотянуть трусы, но не получилось. И вы остановились на пупке. Выглядит очень странно. Надеюсь, что эта мода временная. Она пройдет, мы ее забудем. Ну, раз речь уже зашла о моде, давайте еще одну моду вам напомню, которая, я надеюсь, что очень скоро пройдет. Это мода на губы. Некоторым идет, но 90% девушек выглядит очень-очень-очень неестественно. Парни, поддержите меня. Если вы тоже не понимаете эту моду с накачанными губами, пишите в комментарии, как относитесь к данной моде. Загоралась? Нет. Ты что, хочешь уже уезжать? Ну, я бы хотел суп где-то поесть. Правда, и я не представляю, где это сделать. Негде, по идее. Где мы это сможем сделать? Крен знает. Где-то в Пионерском, но там такие заведения, я бы в них не стала бы заходить, не знаю. Да, сложный вопрос. В Зеленоградск ехать опять? Нет, мы не доедем просто до туда. Ну, я не знаю, может, где-то по пути найдем или сварим по пути. Ну, по лесу сейчас возьмем грибов, листьев, котелок. Ну, сейчас пойдем, там, ребят, много с палатками кто отдыхает. Мы там по рядочкам пройдемся, у кого что, доберем себе полянуться. Давай так. Нет, я просто предлагаю потихонечку сворачиваться и ехать. Просто прогуляться по морю. Такая нервная, там застрое. Там классные виды. Я просто люблю быть на море. Ну, вот мне нравится быть на пляже, когда не сильно жарко. Вот такая вот погода, как сегодня офигенная. Вот я прям обожаю такие дни на пляже. Нет, ну, сначала прям тепло было, а сейчас, ну, нейтрально. Я даже не знаю, как температура называется. Сейчас уже, потому что умеренный ультрафиолетовый индекс. Нет, очень комфортно, прям великолепно. Вода еще круче стала, чем когда мы приехали. Я только что плавала, меня не вытащили. Было просто обалденно. Выбрались из пляжа. Пойдемте посмотрим, чем торгуют здесь. Видишь, а ты переживала, где поездить? Силу мысли, да? Естественно. И намерения. Естественно. Я знал, что где-то что-то будет. Двести рублей стоит борщ. Давайте пробовать. Интересно, что-то там такое. Я надеюсь, он будет хотя бы жидкий. Они как пюре. Да, я чувствую, да. Жидкий? Отлично. Ну, визуально, но нормально. Прекрасно. То есть, как бы какой-то... Остаемся с ночевкой здесь. Будем есть целый день холодными толстями. Весь пока не сидим. Ну, потом новый подвезут, потом дальше есть. Да, да, да. Пресноватый как-то. Пресноватый? Да. Ну, удивительно, что в этом месте... Давай песка подкину. Будет с песком хотя бы. Все нормально. Рескости какой-то не хватает. В целом неплохо, вообще нормально. Добро пожаловать в Пионерский. 15 минут с того пляжа, и мы приехали. Мы сейчас находимся... Вот здесь. А нам надо вот так. И пойдем потихонечку. И я не знаю, что сегодня за день такой. Ну, ну, абсолютно везде забитые пляжи. Даже в Пионерском. Мы сейчас проезжали мимо пляжа. Мы видели кусочек. Один малюсенький. И там, мне кажется, на один квадратный метр был отключил человека. Вот сейчас мы поближе уже подойдем. Конечно же, сам по-кому, мне прям интересно. Потому что обычно, ну, мне кажется, максимальное скопление людей всегда в Зеленоградске. Да нет, я вот, смотри, просто как людей идет. Я никогда здесь все людей не вижу. Это толпы. Для Пионерского это толпы людей. Ну, миллиарды. Ну да, толпы. Я не знаю. То есть, тут никогда так не бывает ни как дашь. Кто-то идет с пляжа, кто-то идет сейчас на пляж. А кто-то прямо сейчас на пляже. Ну, минусы Пионерского, конечно, существуют. Потому что курорт небольшой и как бы еще не особо туристический. Я бы так назвал. Здесь немного отелей, немного вообще там каких-то других таких мест, где можно отдохнуть. Кафе практически тут не существует, я бы так сказал. То есть, нормального точно. Я, по крайней мере, не знаю. Мы во многие здесь ходили. Больше, ну, второй раз возвращаться не хочу. Сейчас у нас проблема. Мы хотим просто безалкогольное пиво найти. Два магазина зашли, нету. Сейчас пойдем в третий. Ну, если в четыре магазина зайдем и нету, значит, не судьба. Давай покажем кафе в Пионерске. Ну, формат вот такой. Давайте зайдем. Вот, ну, написано кафе же. Написано, пойдем. А где кафе? А где кафе? Ты боишься открывать? Может, там есть то, что нам нужно. Закрыто, что ли? О, даже есть холодильник. Это кафе? Вау. Есть? А, нету то, что... Блин, нету. Амстал? Ну, Амстал один он всего лишь. Не, пойдем дальше искать. Теперь вы понимаете, что здесь реальные проблемы с кафе. Кажется, я слышу электричку, она где-то едет. Посмотрите, сколько людей. Шок-контент, реально. Обалдеть просто. Это Пионерский. А еще Светлогорский, Зелик же. Так они не поместятся все. Тут человек сто больше, наверное. Да какой сто больше? Триста, наверное. Они не поместятся в электричку. В общем, что мы имеем? Заброшку, которая заброшена уже много-много лет. Да, каждый выпуск мы показываем, что как бы это... Это стройка, что-то строится-строится, все никак не построится. Конечно, вид портит. Ребят, кто посчитает, сколько людей здесь, точно, тысячу рублей на карту сразу закидываю. Пишем в комментарии, сколько здесь людей. Тысячу рублей-то заработать можно, я считаю. Смотрите. Я думаю, пересчитать возможно, теоретически. Ну, давай насчет пляжа вообще. В целом-то пляж в Пионерском достаточно неплохой. Он песчаный. Здесь хороший вход в море. Видите, поэтому он вызвал сегодня к себе столько туристов. Вы видели, сколько на электричек сейчас ехало. Человек электричек ходит регулярно. То есть, народ уже уезжает, уезжает, но так же, что люди и проезжают, добавляются. Это всего лишь будний день. Итак, давайте посмотрим, что здесь продается у нас. Так, кофе по 150-160. Я вижу, блин, засвет мощнейший. Вот так лучше. Кофе по 300, шейк, 300, смузи 300. Так, кофе по 160, вафля 300-350, понини 250, фреша по 300, смузи по 300. Сделаю фото, типа я с туристами. С подписчиками. С подписчиками. С встречами, с подписчиками сегодня. Я не знаю, это только я половину вам показываю, остальная половина позади. еще меня, вернее, позади и спереди, там примерно столько же. Охренеет просто. А вот и продолжение. Прям судаки, я как будто судачим. Судак? Судак только с песком. Вау, я никогда не видел здесь столько людей. Откуда они вообще все узнали, что есть фрор пионерский? Мне кажется, никто о нем и не знал. Вот я говорю, я прям жажду сегодня зайти в какой-нибудь паблик и посмотреть видосики или фотки из Зеленоградска, потому что там всегда куча людей, но тогда сегодня, если здесь так, тогда что там? Как стоимость и загорают? Не знаю, мне кажется, даже линтарно было сегодня тесно. Только одно мне в голову приходит. Как же хорошо, что мы не поехали сегодня на Куршту-Хосу. И вообще в сторону Зеленоградска, потому что там умножаете примерно на 3 все. Проходим дальше, нагрузка на пляж уменьшается. Я вижу даже бесстыжих отдыхающих. Например, вон мужик стринга. Или стоп, стоп, это тетя или дядя? Так, стоп. Я не знаю. Это тетя без лифчика, все. Я понял. Охренеть. О, это сложная задача сейчас была. Ты сразу же разгадал ее? Нет. Я тоже. Я сначала подумал, что у них. Ну, когда ты сказал, я пригляделась, подумал, типа, блин, точно. А потом оказалось, что все нормально. Нифига себе тетенька сгорела. Она прям черная. Обалдеть просто. И вот еще такие же. Может, у них соревнования по загару? Может, это одна группировка? Возможно. Не знаю. Позади будка написана температура сейчас воздуха 31, а температура воды 19. Идем дальше. Здесь народу опять прибавилось, потому что это как бы условно второй выход на пляж. Здесь прям жарят до сих пор, да? Хорошо. Людей много. Здесь, видишь, пляжная полоса уже достаточно узкая. Пляжная полоса узкая, а здесь сверху парк. Там тенек, если что. Звук фонари может через него. Да. Возвраща. Через fire Идем дальше. Нил Здрасте. В Пионерском был длинный променад, его теперь ссутили, просто закрыли и все, и люди теперь вот так примерно мучаются. Почему неизвестно, никаких новостей нигде не видел, просто закрыто и все. Дальше приходится пробираться по пляжу, а там сверху прям какая-то реконструкция, я так понимаю. Ну ладно, что ж, надеюсь, что сделаю что-то, но очень странно то, что это всегда в сезон начинают делать, это прям вообще почему? Светлогорске тоже сейчас закрывают, здесь закрыли, я не понимаю почему так. Часть променада открыта, ну понятно почему его закрыли, да, я надеюсь вы понимаете, он просто сгнил, заржавел так сказать, весь ржавый. Здесь его затянули этими каким-то баннером, типа лес, он тоже сгнил, ну заржавел и слева и справа ржавчина. По поводу ценообразования на на этом курорте я тоже не совсем понял, мы пока напиток искали, заходили в два популярных магазина алкогольной продукции, это лавка бакуса и бутыль. Вот, например, я увидел там пауланер и францисканер лавки бакуса что-то 200, 220 по-моему, а в бутыле это 320. Очень интересно, они конкурируют, просто 320 это уже в ресторане, ну в кафе так продают пиво, но явно не магазин. В общем, будьте внимательны. Классные пляжи заостроили, недалеко от пионерского курорта, можно пешочком дойти, можно отдельно приехать на машине сюда. Пляж офигенный, единственный минус первые 2-3 метра, а может и больше камни, большие, огромные камни, поэтому смотрите сами. Но виды здесь просто шикарные, офигенный пляж. Нашли местечко, где можно спрятаться от солнца здесь. Многие так и делают. Здесь обалденные сосны, посмотрите, как будто саванна, я называю это место саванной. Ну да, они сверху такие вот, как будто бы плоские эти сосны. Сосновый бор, достаточно большой здесь, такой прям лес, я бы сказала, очень большой. Здесь многие отдыхают с палатками, прям вот ночью здесь, по несколько ночевок проводят. Ну там же здесь обалденно, воздух какой здесь ароматный, просто хвоя. Да, здесь единственная проблема, на машине вообще не проехать, только с собой брать палатку и приезжать отдыхать. Но у нас нет палатки, я бы сюда с огромным удовольствием приехал сюда с палаткой отдохнул, но у нас нет палатки, все. Вы знаете такое растение, к которому так берете, оп, он лопается. Видели? Сейчас еще покажу. Вот просто, оп, и все. Вот сейчас вот этот как лопнет мощно. Готовы? Все готовы? Ума. Как же здесь прекрасно гулять, я не могу вам передать. Штахи даже начал сочинять. Да, это вот, кстати, единственное, за что я люблю пионерский курорт, за вот эту, я ее называю экологическую тропу. Это есть. Это настолько прекрасно. Вот мы сейчас идем, я так балдею. Вот была экологическая тропа, осталась стройка. Просто я, честно, в бешенстве накидали вот этих вот камней убогих, вот этих вот плит убогих, и все. Понимаете? Вот покажи, покажи целую дорогу тебе. Была классная экологическая тропа, по которой было комфортно гулять, а сейчас что? Даже до сюда цивилизация добралась, хотя я думал, что, ну, одно местечко хотя бы осталось нетронуто. К сожалению, все. Раньше были очень дикие места, тут даже земляника растет. Смотрите, какая малышка. Ну, вот она. Да, пробуй. Ага, она в пыли и все. Она уже в пыли теперь, да. Ой, все, тут полно земляника. Все, теперь это автобан. Блин, так обидно, такое место. Я очень любил это место, ну, теперь все. Здесь такая небольшая бухточка, это как бы конечная точка. Раньше еще здесь кафешка стояла, но что-то ее нет, да? Да, в этом сезоне как-то не видать. Так прикольно было, да, такой фургончик небольшой. Сюда серферы раньше часто приезжали, сейчас, не знаю, может, просто мы не застаем. Может быть, этот фургончик тоже приезжает иногда. Вот, но вот на постоянной основе здесь не стоит, так что рассчитывать на то, что выпить Айслад именно здесь не стоит. Кстати, бухточка это не простая, а золотая. Позади парковочка, ну, как всегда, забита, потому что сегодня везде все парковки забиты и частный сектор из домов для тех, кто любит жить. Кстати, некоторые дома сдаются здесь посуточно, какие-то на более длительный срок. Кстати, вот он, один из минусов Калининграда и области. Застраивают хорошие и плохие места, все застраивают, без разбора. То есть, блин, была офигенная тропа, просто идеальная. Булыжниками засыпали, потом там строительку какую-то сделали. И, в общем, я, короче, расстроился, все, что хотел сказать. Как раз-таки за этими ржавыми воротами находится резиденция президента. Да, она у нас тоже есть в Калининградской области, находится в Пионерске. Вот. Я только не знаю, она вообще используется или нет. Это вопрос другой, да. Да, вообще, был ли там президент в последние лет пять хотя бы. Не думаю. Но факт в том, что никто за этим не ухаживает. И буквально за 10 лет все тут поржавело. Все. Ну, вообще, в таком состоянии полностью убито, я бы так сказал. Полностью нужно переделывать. Я не знаю, как само здание, как сама резиденция, но променад рядом. Ну, все. Через пару часов уже тут темно. Но людей это никак не смущает. Народа много. Особенно вот там, где центральный спуск на пляж, там прям, там все. Недаром мы сказали, в самом начале напоминает судак. Очень много людей, которые выпивают на пляже. Прям дофигища. А это еще. Что это за тачки? В общем, я не знаю, с чем это связано. Очень много людей, которые выпивают. На первом пляже, на котором мы были, там не было такого. А здесь, ну, очень много. Хотя это пионерский курорт, так такого не должно быть. Ну, не просто там. Бывает, ну, типа, такие напившись. Все такие, как размазня. Ну, вечер. Офигеть. То есть, да, тут целый день. Там две бутылочки пива выпьешь, мне кажется. Так, и все готово. 19.34. Стартуем домой. Показывает плюс 34. Ууу, жара. По пути остановились шаурмы отведать. Ну, вообще я хотел вок, но это очень долго. Поэтому в следующий раз вок. А тут просто говорили, вот тут, вот, да нет, вот здесь. Вот, да вот там. Там, говорят, очень вкусная шаурма. Сейчас снова пробуем. Даже аисты, видите, здесь. Аисты здесь поселились, значит, здесь нормальная шаурма. Их прикармливают. Это шаурма, как твоя голова. Тут на самом деле просто в лаваш завернутые овощи и курица. Очень вкусно. Кто-то стреляет. То есть, это не шаурма? Ага. Просто в лаваш завернутые овощи, курица и соус, да? Но это не шаурма. Шашлык в лаваше с овощами. Все. Шаурма большая, на этом ее плюсы заканчиваются. Это очень сухое мясо, курица очень сухая. Сам лаваш разваливается, пока ты ешь. То есть, вся шаурма выпадает. И они нагрели ее, не подогревая. Проверка загара. А ты что, раздевался? Экстренная новость, проверка загара. Проверка загара. Проверка загара. Ну что, беззазвезд включен, так и не понять. Думаешь? Мне кажется, все нормально и понятно. Вон, у тебя видно. Я, в общем, шаурма не то, что была невкусная. Я еще ее обделался. Представляете? Это полнейший отстой. Мне кажется, я подгорел. Да нет, нормально. Ты спереди красный. Ты нормально. Короче, сегодня загар удался. Все окей, все супер, все гуд. Ждем от вас лайкосиков. Кто не подписан, подписочку. А мы готов снова на море. На сегодня все. Пока. Пока. Програм targets. Пока. Пока.